Всем привет, наши дорогие зрители. Вы попали на канал Семья на чемоданах. Меня зовут Славян. Вот тут вот оставляю свой инстаграм. Подписывайтесь, не забывайте подписываться на канал. Мы сейчас в Турции, здесь проводим неопределенное количество времени. Декабрь на дворе, у нас прекраснейшая погода. Мы сейчас в Алании. Живем вот-вот в такой вот квартире 1 плюс 1 с видом на банановые поля, с видом на горы и на море. Такая круговая у нас получился обзорчик. И сегодня мы отсюда переезжаем, переезжаем в другую квартиру. Нам сейчас нужно быстро позавтракать, собрать все вещи и отправиться в новое жилье. Чуть позже я расскажу, куда мы переехали и сделаю рум-тур нашей новой квартиры. А пока я покажу вам наш рассвет. У нас уже, видите, солнышко вылезло из горы. У нас здесь прям шикарнейшие рассветы по утрам. Вот такой вот прекрасный вид на море. Видите, банановые поля и вот у нас еще вид есть на гору. Сейчас будем завтракать и собирать вещи. Сейчас быстренько запарим гречку. Это самый такой классный вариант с утра позавтракать, по-быренькому. У нас в 9.30 придут уже забирать эту квартиру и поедем в новую. Поэтому нужно не терять. У нас осталось буквально минут 40, наверное. Вещи вообще еще не собраны. Я вчера для вас монтировал выпуск до полночи. Не выспался и вещи надо успеть собрать. Мы уже позавтракали. Оперативно приводим квартиру в порядок. Мои пацаны, как всегда, мне помогают. Артемочка собирает там белье. Родинка пылесоса. Вот Артемочка уже сейчас будет помогать. А я быстро навожу марафет на кухне. Мы стараемся всегда, когда уезжаем из любой квартиры, всегда приводить все в порядок после нас, чтобы достойно уезжать. Так, на что уже посвучались. Вот и все. Начинаем переезжать. У нас помощь оказана. Грузчики прибыли. Чай, кофе? Нет, мы только что куда-то приехали. Так, все, мы начали уже переезд. Так, наверное... Так, бери, Родион, свои вещи. Пакет забирай тоже свой, сынок. Сынок, ну что ты делаешь? На, пакет забери свой, Родион. У нас тут не-не-не, у нас еще остается, у нас там малыш на балконе. Так, отпускаемся на третий. А, ну да, там третий. Думали на третьем, оказалось, что на первом. Ну, как бы это на втором. Первый это вот подхол. Мы будем жить, вот как бы это, на втором. Ну, сейчас все посмотрим. Все. Видите, залетаем. Так, а вот эти пули-то все можно наносить сюда, правильно? Сейчас мы, значит, полностью переедем, и я вам уже сделаю непосредственно обзор. Так, два чемодана наши есть. Ключи я как бы получил, но досмотрите обязательно до конца, потому что вас ждет очень интересная история. Это просто жесть. Итак, смотрите, здесь такая есть огромнейшая-огромнейшая гасимная. Гасимная, огромная просто. Столешница, стулья, посудомойка, индукционка. Все, в принципе, как у нас. В той маленькой квартирке вытяжка, значит, посудомоечная машина, холодильник, подсветка, люстры, сплит-система, диван. Вид. Здесь мы лишаемся сразу же вида. Вид на море у нас не будет, на горы не будет, и на банановой флангации совсем чуть-чуть. Это первый выход на балкон. Их два выхода. Вот такой вот небольшой вид у нас получается остается на банановые поля. Чуть-чуть вот такие виды на горы. Солнышко вроде есть, нормально. И вот второй выход на балкон. Он из комнаты. Стол. Здесь еще какая-то качалка есть. Так. И все, мы снова заходим, получается, в квартиру. Здесь комод для воды. Нету телевизора. Ну, в принципе, он нам не нужен, но тем не менее, телевизора нет. Идем далее. Так, здесь туалет, ванная. Здорово, огромный плюс, что в ванной это прям такая редкость. Вообще, найти квартиру с ванной, чтобы можно было купаться. Так, здесь у нас также стиральная машина. Здесь, как бы, детская комната. Есть новые одеялки. Шкаф-купе. Две кровати. Ну, и, соответственно, вот из окошка вид. Далее, здесь еще вторая комната. Это квартира 2 плюс 1. Она прям огромная. Это огромная площадь. Мы прям, ну, не привыкли к таким площадям. Еще одеялко. Вот он, выход на балкон. Есть комод с зеркалом. И здесь же, в этой же комнате, второй санузел. Он уже здесь с душевой кабиной. Туалет. Раковина. И так, ну, все понятно. Стиралочка одна. Вот. Вот такая огромная-огромная квартира. Вот еще раз. Вот он. Вход, кстати, вот встроенный шкаф. А теперь самое интересное, ребята. Эта квартира в переводе на русские наши деньги нам обошлась бы до 20 декабря. С 5 по 20 декабря в 17 тысяч рублей. Плюс, пока мы спускались, мы думали, что это будет третий этаж. Оказалось, первый. Здесь нет интернета, но его сейчас подключит. Он будет дополнительно, естественно, оплачиваться. 30 евро в месяц. Ну, у нас за две недели примерно будет 15. Далее, когда мы сюда спустились, все вместе. Сначала я сюда пришел, и мне показалось, здесь холодно. Потом спустились вместе с Настенькой. И Настенька говорит, здесь прям вообще дубак. То есть, получается, что вот эти вот сплит-системы, обогреватель, который стоит, мы 100% будем гонять, потому что, ну, здесь вот даже руки подмерзают. Это вообще, в принципе, проблема в Турции, потому что в Турции нету отопления. Но учитывая, что это как бы, как бы первый этаж, здесь, да, и полы ледяные. Ее можно прогреть за счет солнца. Но когда не будет солнца, все-таки мы сейчас снимаем на длительное, не на 3-4 дня. Вот. Поэтому мы так подумали и решили, что нет, и нужно срочно сегодня нам же съезжать. Нужно сейчас срочно искать другой вариант. Вот мы теперь, друзья, в поисках. Ну, вы, собственно, сейчас сами видели весь ром-тур. Я, правда, я хочу быть максимально честен с вами, да, и показывать, как оно есть. И эта квартира нам вот вообще не зашла. Ну, там прям прохладно. Я понимаю, что ее можно нагреть, там открыть, пока солнце будет. Но в целом заходишь, мы вообще, в принципе, не любители вот этих хором, вот этих огромных пространств, где можно заблудиться. Вот маленько, уютно, и нам хорошо. Поэтому мы сейчас опять связали Сашу. Я говорю, Саша, давай, короче, искать другой вариант. Сейчас тоже Эдик подойдет. И я думаю, что мы лучше больше заплатим, но отправимся в какое-то, ну, место поинтереснее. Я думаю, мы сейчас сделаем все правильно. Идем, в общем, сейчас смотреть один вариант. Вот в этих вот домах. Под горочкой. Да, балконы, лодочкой. Спускился. Спуск такой вообще, сколько он? Градусов 45, наверное, да? Просто с горы спускаемся, да? Что-то мне жарко, надо снимать пурки. Да не, жарко будет обратно. Так, это подъезд. Здесь я немножко упашу, золотой. Так, сейчас переводим оплату до конца декабря. До 26-го. До 27-го. Включительно. Я стал счастливым обладателем квартиры. Камай Марине называется жилой комплекс. Май Марин. Сейчас буду забирать своих. Как-то все эти вещи на такси надо все перевезти. И сделаю вам рум-тур. Вот теперь мы здесь, в этой квартире, и начинаем переезд. И вот эти помогают вообще, конечно, это прям огромнейшее спасибо. Потому что мы тут подкупили же еще на рынок вчера сходили. И у нас получается просто огромное количество вещей. Если мы тогда с Анталией переезжали, у нас было две дополнительных сумки, то сейчас еще больше всего. Сейчас надо такси еще вызвать, все это в такси погрузить. Вот такие процессы. Ключи оставили на столе, ее, короче, нету. Просто захлапываем. Все, и пусть она будет. Так, ну а теперь все, погнали вызывать такси. Зашли на ресепшн, спросили, можно ли такси вызвать прямо к блоку, чтобы не таскать все эти шмотки. Она сказала, сейчас все сделаем, такси запустим. Сама вызовет нам такси, и нам осталось только ждать. Ну вот и сервис. Уезжаем, значит, мы из ЖК Азура Парк. Кто не посмотрел выпуск, ссылочку я оставлю в описании. Обязательно посмотрите, как здесь прикольно. И напомню, что кто захочет, заинтересуется, вы можете сюда приехать, либо здесь снять, либо здесь купить свое собственное жилье и жить в жилом комплексе с инфраструктурой 5 звезд. А чтобы это сделать максимально комфортно, ссылочки, ребята, я оставляю в описании. Они вам помогут без посредников, без переплат. Все это сделать красиво и аккуратно. Так, минут через 20 подъехала наша такси. Сейчас будем грузиться. И все, и поедем. Все, забираем пацанов. Артем, давай побыстрее. И все, и выдвигаемся все вместе. Эдик там быстренько выскочит, как говорится. Поехали, поехали, поехали. Машина ждет. Все, говорим до свидания. По этому жилому комплексу не приезжайте, пожалуйста. Пока домик. Все, двигаемся дальше. Так, мы спустились с горы, на которой находится Азуропарк. И вот уже, в принципе, мы подъезжаем к нашему комплексу. Сегодня к нам все рейки придут, можно покушать, давайте поужинаем. Вообще, это прям очень, очень недалеко находится от нас. Просто Азуропарк стоит в горе. И там так свежо, приятно сюда по вечерам. А это наоборот, это уже ближе, ближе к морю. Азуропарк. И вот в этом вот сидит. И вот, азуропарк начинается лодка. Сверечку спуск. Спуск, как раз по которому мы ходили. Это такая основная горка. Так, все, выходим. Так, у нас есть ключи, чикс. Все, мы вошли. Артем, держи. Артем, дверь держи. Дверь держи. Так, ну все, над руки освобождать. Сейчас попробую в одну ходку все забрать. Заходим сразу в подъезд. Я сейчас сам. Покажу наш новый подъезд. У нас, значит, вот такая вот, видите, придомовая территория. Вот этот вход. И парковочка. Вело, велодорожка. Алло, там. Эй, бандиты. Так. Я офигел. Здесь, конечно, подъезды уже не такие. Но сейчас покажу вам красоту, которая открывается с лифта. Я вас приглашаю в этот замечательный лифт. Посмотрите, с каким видом. Теперь мы будем подниматься домой в ближайший месяц. Вот это кайф. Видно город. Какой этаж? Восьмой этаж. Там очень высокий этаж. Я понял, пап, но уже мы на каком этаже. Ну, быстро же прогрессит вообще. Очень кайф. Как тебе на самом вид? Души? Так, ну все, пойдемте в квартиру. В подъезде у нас вот такое вот круговое окно. Окно. Сделан корпус, конечно, вообще интересно. Перила. Смотрите, какие лесенки. Классные. Вот видите? Вид вниз. Как сделала, короче, как корабль. И вот наша квартира. А там вот 33. Сейчас зайдем, я выдохну и с меня рум-тур. Не переключайтесь. Пока мы здесь не разложились, сразу сходу я хочу сделать вам рум-тур. Показать, что мы сняли. Наконец-то мы так сделали. День сегодня какой-то безумно-безумно сложный. Мы прям не ожидали, что вот так вот вылетим с переездом. Нужно было заранее сходить посмотреть ту квартиру за несколько дней, потому что мы, в принципе, уже понимали, что, скорее всего, мы туда съедем. И нам бы она, естественно, не понравилась, и мы бы начали быстро искать другой вариант. Так. Дверь. Здесь у нас такая прихожка. В прихожке, значит, стоит шкаф. Но это все как обычно. В общем, это вход. Смотрите, у нас, значит, здесь огромнейшая гостиница. Гостиница. Гостиная. Я не знаю, сколько здесь квадратов. В этой квартире, наверное, квадратов в 100. Проход налево. Проход, значит, направо. Давайте сначала пойдем сюда. Здесь первый санузел. Раковина. Зеркало. Ну, как нужно, да? И душевая кабина. Унитаз. Далее. Мы попадаем в комнату. Здесь круглое окно. Прикольно. Здесь в доме круглые окна. И стоит три кровати. Шкаф. Сплит-система. И все. В принципе, больше в этой комнате нету ничего. Далее мы с вами попадаем, давайте пойдем в ту комнату, в ту часть квартиры, наверное, это так скажем. Включим везде здесь свет, чтобы нам было светло. Санузел. Это второй уже получается. Раковина, ту, унитаз. Здесь очень хорошо, что есть ванна. Это, конечно, большущая редкость найти с ванной. Это я. Уставший. Сегодня прям очень устал, хотя только обед. Так далее. Огромная большая кровать. Здесь будет спать настика с Мироном. Шкаф. Комод. И снова круглое окно. Ну, естественно, сплит-система. Все, мы отсюда с вами уходим. Можно выключить свет, чтобы не сжечь коммуналку, а так как нам за нее надо будет заплатить. И здесь нас встречает уже вот огромная-огромная гостиная. Для нас, конечно, это хоромы. Я даже не представляю, как жить в таких хоромах. Типа, даже вопрос, зачем они такие большие нужны. Здесь кухня. Техника. Все работает. Холодильник пустой. Сейчас мы его забьем. Раковина. Стиральная машина. Есть посудомоечная машина. Не знаю, будем пользоваться, не будем. Микроволновка, чайник. Духовка. Газовая плита. Вытяжка. Ну, собственно, да, вот все, что вы видите, все мы можем пользоваться. Нам прям так и сказали, берите все, что хотите. Сплит-система. Огромное панорамное остекление. Выход на огромнейший балкон. Здесь у нас кресло. Два стоит дивана. Они тоже раскладываются как дополнительные спальные места. Не знаю, для нас это очень много. Это был просто сейчас единственный вариант, который надо было снимать. Телевизор. Wi-Fi. Все, интернет здесь есть. Это как бы для нас первое. И стеклянный шкаф. На полу везде лежит плитка. Ковров нету. Это, конечно, есть плюс. Теперь пойдем с вами на балкон. Вот так вот. Здесь такие же купешные двери. Здесь уже детвора заняла, значит, диван, разложила свои игрушки. Здесь, походу, будет ихняя детская комната. Здесь прям тепло. Очень тепло. Балкон. Балкон огромнейший. Смотрите, выходит туда коридор. Вот здесь всякие у них, видимо, пылесосы, сушилки. Это, значит, вид на Сиренити Резорт. Я там был. Там живут как раз Юля с Эдиком. Сейчас обзорчик на канале этого жилого комплекса. Есть. Здесь есть шторки. Можно закрыть шторки вот с этой стороны. Также у нас здесь будет вид на море. Небольшой, конечно, но тем не менее кусочек у нас присутствует. И еще балкон уходит, видите, туда вот, в ту сторону. Эти все дома нашего жилого комплекса. Здесь у нас открывается вид на горы. Это тоже наш жилой комплекс, только другой корпус. Здесь же сауна, бассейн и хамам в этом корпусе. И есть теннисный корт. Здесь же и вот тренажерный зал. То есть в этом комплексе жилом есть, в принципе, все. Есть все, что и было в Азура парк. Кстати, здесь вот, если смотреть на горы, вот, видно полностью Азура парк. И вот наш корпус, где мы жили. Вот в такую квартиру мы заселились. По цене я вас ориентировал, сколько стоит. Не знаю, много это для Турции, мало это для Турции. Но мы смотрели на R&B. Цены X2. То есть я считаю, что цена нормальная, адекватная. Есть уже опыт съема в Турции, в Анталии мы тоже снимали. Примерно по ценам ориентируемся. Опять-таки, если вы решите приезжать сюда на год, на два, то ценники здесь будут для вас, ну, конечно, совершенно другие. Ну, опять-таки, в эту сумму входят у вас и хамамы, и бани, и теннисные корты, и так далее, и то подобное. И самое главное, вот, до моря идти очень мало. И, конечно же, в следующем выпуске мы с вами сходим просто к морю, покайфуем на морюшке и посмотрим здесь инфраструктуру, как и что. Спасибо, что досмотрели выпуск до конца. Про ссылочки в описании не забывайте. Я с вами прощаюсь. Увидимся уже с вами завтра в новом видеоролике. Пока. Продолжение следует...